Добрый день всем! Я, конечно, этот плакат немножко подглядела в интернете, но когда я посмотрела то, как наш Владимир Владимирович видит Алварадские Эмираты и там тоже начинают строить церкви, храмы, я поняла, что это самая необходимая на сегодня тема, потому что, наверное, российский бюджет это та тема, которой никто из нас не интересуется, но я вдруг решила заглянуть и считая, что мы живем, считая всегда в социальном государстве, где социальная тема превалирует над всеми остальными, и поняла, что это совсем не так. Допустим, очень долго у нас такие темы, как национальная безопасность, гражданская безопасность и правоохранительная деятельность, они всегда были больше, чем, допустим, сама строка бюджета, как социальная поддержка населения. И в этом году, допустим, на 24-й год подтвержден бюджет, который включает в себя 35 триллионов расходов, 35 триллионов доходов. Опять же, непонятно, почему 35 триллионов доходов сейчас мы можем зарабатывать и получать, а, допустим, в 20-м году, 21-22 и ранее мы не могли. То есть деньги были не нужны, чтобы обеспечивать достойную жизнь народа страны, чтобы обеспечивать строительство, поддержание народа, строительство городов, переселение из бары, из детского жилья и так далее. То есть было не нужно. Сейчас, когда деньги понадобились именно на первую строчку, на первую часть моего плаката, почему-то сразу нашлось, откуда их брать. Ну и, конечно, допустим, где социальное обеспечение сейчас на 21-й, на 24-й год вроде как оно и, то есть на национальную безопасность разделяется почти 40%, 38,6% всего бюджета. А на социальное обеспечение населения всей России, это 140 миллионов, как у нас говорят, всего 21%. При этом сюда же уже включены все расходы на военные пенсии, на военные ипотеки, на процедирование и реабилитацию тех, кто сейчас находится в зоне СВО. То есть все эти строки сейчас находят здесь. А такие строчки, допустим, как выплаты по трудоустройству, где мы стоим, по безработице, они снижены. И очень значительно, потому что считается, что у нас в России сейчас безработица, в принципе, уже практически не существует. Она вставляет всего 3%. Также снижены строки, допустим, в Хабаровском крае уже начинают убирать, забрали у пенсионеров на этот год выплаты, субсидирование, допустим, коммунальных услуг. То есть пенсионеры вроде как стали жить хорошо, поэтому какие выплаты, которые получали по 2-3 тысячи, с этого года у них уже забрали. То есть это, конечно, региональные выплаты были. Ну и здесь уже все, кто голосовал у нас в Дегтяреве, скажут ему большое спасибо. И ведь самое непонятное, что, допустим, у нас национально безопасность 40%, а, допустим, медицина, медицинское обеспечение и образование составляет всего 5% от всего бюджета на всю нашу страну. Поэтому немножко непонятно. Я понимаю, что денег на пенсионеров в то время, когда все у нас растет, растут у нас коммунальные платежи, растут продукты с уменьшенными темпами, а доходы россиян падают. То есть 7%, которые обещают дать нашим пенсионерам с 1 января, они, конечно, не перекроют ту нищету, в которой они падают с каждым, наверное, ну, если не месяцем, не с каждым месяцем.